Краш-курс призван обратить внимание молодых водителей на то, что беда, трагедия, проблемы дорожные, они ходят рядом. Цена безответственности. Для будущих водителей в культурно-информационном центре провели краш-курс. Человек покупает цифровую телевизионную приставку, обращается в наше подведомственное учреждение, комплексный центр социального обслуживания на Хрусталева 27 с определенным пакетом документов и получает денежную компенсацию. Цифровой эфир. Правительство Севастополя компенсирует приобретение цифровых телевизионных приставок социально незащищенным гражданам. Конечно, игра непредсказуемая. Если будет равенство баллов, то их может быть больше или меньше, в зависимости от того, какие баллы наберут команде. Командная работа. Для севастопольских школьников провели игру-путешествие по дороге со сказками. А теперь об этих и других темах. Подробнее. Бюджет Севастополя на следующий год и трехлетний период принят во втором чтении. Обсуждение документа длилось менее часа. Некоторые поправки вносились в спешки с нарушениями принятых норм и регламента. Как отметил присутствовавший на пленарном заседании вице-губернатор Илья Пономарев, важнейший для города документ принят с грубейшими нарушениями. И, скорее всего, будет витирован губернатором. Подробности в следующем сюжете. Трехлетний бюджет города Севастополя был принят в первом чтении еще 8 ноября. С этого времени в главный финансовый документ города поступило огромное количество поправок. Часть от депутатов, часть от губернатора Дмитрия Овсяникова. Поправки от главы города парламентарии не утвердили. За 11 депутатов против 13 воздержалось нет, таки голосовал 24 депутата. Решение не принято. Поправки от губернатора Севастополя, которые депутата не приняли, предусматривают финансирование переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Для этого было предусмотрено 70 миллионов рублей. Кроме того, поправки от главы города были направлены на увеличение средств на предоставление жилья детям-сиротам, финансирование мероприятий по газификации и оснащение учебниками образовательных учреждений. Поправки от главы города были альтернативным изменением, которое предложила депутат Татьяна Щербакова. Поправки губернатора законны, а поправки госпожи Щербаковой – это игра в наперстке в законодательном процессе. Это должны знать и депутаты, и севастопольцы, которые в итоге дадут оценку работе законодательного собрания. Внесенные 13 ноября госпожой Щербаковой поправки нарушают закон потому, что предусматривают изменения основных характеристик бюджета и не были сбалансированы между собой. Тем не менее, поправки от депутата Щербаковой парламентарий приняли. А какое изменение парламентарий решил отозвать, для многих ее коллег осталось загадкой. В подпункте Б пункта 1.1 в таблице поправок, решение по которым не принято. Данная поправка содержится в подпункте Б пункта 3.1.1 поправок к проекту закона о бюджете города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Спустя несколько секунд после этого депутатам уже надо было принимать решение, голосовать ли за поправки от Татьяны Щербаковой. В итоге парламентарии отклонили поправки от губернатора, но проголосовали за изменения от депутата Щербаковой, Аксенова и Кулагина. Но если за отклонение поправок от главы города голосовали все 24 депутата, то за документы во втором чтении всего 13. Мы с вами можем перейти к процедуре голосования по принятию проекта закона во втором чтении в целом с учетом тех поправок, которые проголосованы депутатами законодательного собрания. Пожалуйста, процедура голосования. Бюджет в целом. Бюджет в целом. Второе чтение. За 13 депутатов, против воздержавшихся нет, голосовало 13 депутатов, решение принято. Это ровно 13 человек, 13 депутатов, только они голосовали. Остальные не голосовали, и я в том числе, ну это можно рассматривать как маленький бунт, потому что был нарушен регламент, было нарушено все. Ради чего? Вот ради чего спрашивается? Продавливать, протаскивать этот закон? Законный проект был поставлен на голосование с поправками, с включенными поправками отдельных депутатов. Это первое нарушение, это прямое повторение нарушений прошлого года. И второе, председатель законодательного собрания, вопреки прямым нормам регламента, не допустило сегодня обсуждения поправок, не допустило одновременного обсуждения поправок правительства, имеющих альтернативный характер по отношению к насилам отдельными депутатами. Тем самым, сегодня бюджетный процесс в городе Севастополе вновь действиями председателя законодательного собрания поставлен на грань срыва. Илья Пономарев отметил, правительство ждет, что губернатор витирует закон о бюджете. Святослав Данилов, Михаил Волобоев, информационный канал Севастополя. По окончанию пленарного заседания нашему корреспонденту Марине Кравцовой удалось побеседовать с вице-губернатором Севастополя Ильей Пономаревым. И вот, как он прокомментировал происходившее в ходе бюджетного чтения. Илья Вячеславович, как вы прокомментируете ту ситуацию, которая сегодня произошла в законодательном собрании, какие последствия это повлечет для города? Добрый день. Хотя, наверное, это не очень добрый день для бюджетного процесса в Севастополе. Действительно, сегодня в нарушении всевозможных норм регламента города Севастополя, всевозможных норм закона о бюджетном процессе, депутатами группы Чалова был фактически продавлен законопроект о бюджете города Севастополя во втором чтении. Первое из нарушений касалось того, что поправки, предложенные депутатами Аксенова и Микулагиным, были внесены в сам текст законопроекта. Он был поставлен с этими поправками ко второму чтению. А вторая ситуация, которую вы уже сказали, это то, что поправки депутата Щербаковой внесены незаконно, поскольку они предполагают изменение основных параметров бюджета. Некоторые депутаты сказали, что на такой закон должно последовать о вето губернатора. Это самый вероятный сценарий развития событий сейчас. Скорее всего, на закон, принятый с нарушениями регламентных норм, с нарушениями законодательства, будет наложено вето губернатора, поскольку множить беззаконие совершенно недопустимо. Ситуация, когда в прошлом году губернатор дал возможность выйти законодательному собранию из ситуации с непроголосованным законами в бюджете во втором чтении, в этом году превратилась в еще большее нарушение закона. Соответственно, мы вправе ожидать реакции губернатора в виде вето. И еще один из вопросов, который обсуждался на внеочередном пленарном заседании. Депутаты лишают финансирования Севастопольскую государственную телерадиокомпанию. Законодатели намерены урезать бюджет нашего СМИ на следующий год почти на 80%, что может привести к закрытию телеканалов и радиостанций, входивших в ТРК. То есть пострадают большинство жителей Севастополя, которые смотрят, слушают или читают государственные севастопольские СМИ. Такое мнение высказал в интервью нашему телеканалу заместитель председателя общественной палаты Олег Гасанов. При принятии подобного решения депутаты законодательного собрания ни на минуту не задумываются ни о коллективе журналистов, работающих на информационном канале Севастополя, ни о тех людях, которые десятками уже лет на сегодняшний день привыкли получать информацию именно из этого источника. Еще раз хотелось бы обратить внимание на то, что речь идет о попытках искусственно ограничить государственный телеканал в угоду частным медиаимпериям. Напомним, в состав Севастопольской телерадиокомпании входит сразу несколько средств массовой информации. Два телеканала, две радиостанции, а также сетевое издание и информационное агентство. В режиме онлайн эти СМИ освещают жизнь города ввиду трансляции всех значимых событий, парадов на День Победы и День Военно-Морского Флота, праздников на площади Нахимова. Кроме того, из помещений на Ленина-3 обеспечивается оповещение населения превозможных ЧАЭС. Но и отдельно стоит отметить, что телеканал Х-24 транслирует заседание законодательного собрания, чтобы все севастопольцы могли в прямом эфире наблюдать за работой депутатов. Тем не менее, парламентарии продолжают давление на телерадиокомпанию. По мнению депутата законодательного собрания Ольги Хомяковой, таким образом они пытаются наложить санкции на журналистов за объективное освещение их работы. По моему мнению, это, скажем так, маленькая месть обиженных детей, если совсем кратко. А печет — это, конечно, очень серьезные последствия, потому что информационная составляющая — неотъемлемая часть для работы как исполнительной власти, так и законодательной, да и, в общем-то, для функционирования всего города. И я подозреваю, что, конечно, теперь сокращение этого финансирования повлечет очень много неприятных вещей для телеканала. Ранее стало известно, что аппарат законодательного собрания также предпринимает попытки выселить журналистов из помещений, где проходит заседание парламента, которое они занимали много лет. Сложившуюся ситуацию нам прокомментировал председатель Севастопольского отделения Союза журналистов России Сергей Горбачев. Сейчас, в принципе, такие действия, они ведут однозначно к сужению возможностей именно этого канала. И не только сразают наши журналисты и конкретная телекомпания, конкретное средство массовой информации, но прежде всего потребитель информации. Я считаю, что законодатели наши должны исходить именно из интересов своих избирателей. Надо договариваться, надо исходить из интересов севастопольцев, не впадать в амбиции, не тешить чьего-то честолюбия, не огорчаться или не озлобляться, а, сохраняя свое лицо, находить точки сопротивления с тем, чтобы не страдали наши севастопольцы и индийная площадка города укреплялась. Далее перейдем к другим темам. Для будущих водителей в культурно-информационном центре провели краш-курс. Участникам еще раз напомнили, почему так важно соблюдать правила дорожного движения и быть всегда внимательным за рулем. Что рассказали и показали зрителям на мероприятии, узнаете из сюжета. В зале культурно-информационного центра сотни людей. Это студенты, курсанты высших военных училищ, ученики автошкол и представители мотоклубов. Все внимание на сцену. На ней простые люди рассказывают о непростых ситуациях, где в главных ролях водитель, пешеход и дорога. Специально пригласили людей, которые непосредственно были свидетелями либо участниками дорожно-транспортных происшествий. Вы видели, это сотрудники МЧС, бригады скорой помощи, которые выезжают, возможно, ежедневно видят боль, смерть, страх, горе. Видят каждый день. Эту историю знают многие жители Севастополя. Год назад на пешеходном переходе грузовик сбил двух детей. Один из мальчиков погиб на месте. Сегодня об этом со сцены перед будущими водителями рассказывает мама этих ребят. Грубо нарушив правила дорожного движения, чуть не оставил старшего Максима инвалидом, зато оставил на память ему ощущение теплой ладошки младшего брата, которого он не уберег. Он поселил горе в моей семье. Видеоролики, в которых молодые водители снимают сториз для социальных сетей за рулем, рассказы людей о своих сложных и страшных историях, обращение психолога и печальная сводка погибших в результате ДТП – все это повод задуматься будущим водителям о своем поведении за рулем. Не надо садиться за руль, когда испытываешь какие-то сильные эмоции, будь то гнев, раздражение, страх или даже радость, потому что абсолютно любая моя эмоция может стать причиной аварии, даже если я этого совершенно не хочу. За рулем мы действительно как-то немного расслабляемся, иногда не обращаем внимания на какие-либо мелочи, думаем, что… Ну вот я сейчас проскочу быстро на мигающий желтый, и все будет хорошо. А если там ребенок идет внезапно, кто знает, что произойдет в следующую минуту. Вызвать эмоции у каждого и показать, чем рискует водитель, пренебрегая правилами ДТП – главная цель – краж курса. Собравшиеся могли не только услышать, но и увидеть реальные последствия дорожных аварий. А для того, чтобы более наглядно показать, почему так важно соблюдать правила дорожного движения, организаторы мероприятия привезли сюда разбитые автомобили, которые побывали в ДТП. По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность на дорогах является первой по значимости причиной смерти молодых людей в возрасте 18-25 лет. За четыре года на севастопольских дорогах погибло 204 человека. Алектина Игнатьева, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. Свыше одного миллиона человек проголосовали в финальном этапе конкурса по присвоению российским аэропортом имен выдающихся деятелей страны. Воздушная гавань Крыма на третьем месте по количеству подано голосов. Имя для аэропорта «Симферополь» выбирают уже 43 тысячи граждан. Напомним, в тройку лидеров опроса вошли художник Иван Айвазовский, императрица Екатерина II и флотоводец Павел Нахимов. Результаты планируют подвести 5 декабря. А правительство Севастополя компенсирует приобретение цифровых телевизионных приставок социально незащищенным гражданам. Министерство связи и массовых коммуникаций России намерено полностью отказаться от аналогового вещания в 2019 году. Цифровой эфир – это изображение высокого качества и увеличение количества доступных каналов. Но средняя стоимость приставки – порядка 1400 рублей. В Севастопольском городском комплексном центре социального обслуживания граждан ждут с 1 января 2019 года. Важно не забыть чек о покупке цифровой приставки. Человек покупает цифровую телевизионную приставку, обращается в наше подведомственное учреждение комплексный центр социального обслуживания на Хрусталева 27 с определенным пакетом документов и получает денежную компенсацию. Какие документы необходимы для получения единовременной денежной помощи? В первую очередь, это, конечно, удостоверение личности или паспорт. Обязательно необходимо предоставить СНИЛС, справку о составе семьи и справку о доходах. Далее о датах. Всемирный день ребенка отмечают 20 ноября. Акции, флешмобы и благотворительные концерты направлены на привлечение внимания к проблемам несовершеннолетних. В России указом президента объявили десятилетие детства с января 2018 года. Основными приоритетами программы станут здоровье и безопасность детей. А стать настоящей командой учатся севастопольские школьники. В этом им помогает городская игра путешествия по дороге со сказками. Это мероприятие проходит уже седьмой раз. В этом году участвуют 46 школ города. Перед региональным этапом районы. В этот раз соревнуются учебные заведения Гагаринского округа на базе образовательного комплекса «Казачья бухта». Тема конкурса восточная. Дети подготовили соответствующие костюмы и командные номера визитки. Затем их ждут различные задания. Из 12 команд только 3 пройдут дальше. Конечно, игра непредсказуемая. Если будет равенство баллов, то их может быть больше или меньше. В зависимости от того, какие баллы наберут команды. Городской этап будет в феврале. У него поменяется тема. Второй год тоже традиционный. Это профориентация для младших школьников. Они будут рассказывать о тех профессиях, которые им нравятся и кем они хотят стать в будущем. Далее о новостях спорта. Много соревнований по боксу проводятся в связи с подготовкой к первенству России. Среди них товарищеские и контрольные встречи спортсменов. Возрождается боксерский клуб «Фиолент». Севастопольские боксеры, которые его представляют, выбрали себе в соперники донецких юношей и взрослых мастеров. Для гурманов бокса матч между воспитанниками клуба «Фиолент» и сборной Донецка стал настоящим спортивным праздником. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Товарищеский матч прошел на ринге 4-й спортивной школы Олимпийского резерва. Севастопольские мастера кожаной перчатки продолжают победные традиции. А Донецкая боксерская школа известна во всем мире. В команде гостей 5 мастеров спорта. Участников, тренеров, арбитров и зрителей приветствовали почетные гости. Это первая матчевая встреча боксеров. Она положила начало очень интересному развитию. Мы планируем это развивать и расширять границы данных матчевых встреч. Осветил боксерский ринг настоятель Свято-Никольского храма Отец Георгий. Среди рефери матча боксеров – мастера спорта международного класса и международной категории АИБа из Севастополя и Крыма Максим Конышев и Владимир Сомов. Яркие, убедительные победы одержали севастопольские мастера. В номинации «Лучший боксер» главный приз получил Руслан Зубачук. За лучшую тактику ведения боя – Валентин Пьянков. Соперники севастопольцев на ринге – титулованные боксеры. Специалисты отмечают – поединки прошли в высоком темпе, жестко и азартно. Мы сегодня проводим матчевую встречу со сборной командой города Донецка. Поверьте, это очень сильная команда, и наших ребят ждет большое испытание. На сегодняшний день у нас есть результаты, которыми мы могли бы гордиться. В этой матчевой встрече севастопольцы были сильнее. Итог поединков – 6-3 в нашу пользу. Святослав Данилов, Владимир Мелянский, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. И в завершении выпуска о погоде. 21 ноября в Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков ветер северо-восточный – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6 градусов тепла. Днем – 8-10 со знаком «плюс». Это были все новости к этому часу. Еще больше интересной информации смотрите на нашем сайте xtv.ru. Телефон редакции 54-51-12. В студии работала Левтина Игнатьева. Я желаю вам всего доброго. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok